I am the crime scene savior, rude of favor, chicken eater, tea high street, claysmo jumper, adidas sneaker, parada wearer, liverpool MC terror, straight out the 90s era. Разрисовать вагон электрички за считанные минуты, но такое решится далеко не каждый. Оно и понятно, риск оказаться за решеткой слишком велик. Их называют хулиганами, а они этого и не отрицают. Чтобы понять, зачем они это делают и какую цель преследуют, мы решили найти одного из этих отпетых художников. Два дня поисков по различным интернет-блогам и социальным сетям не прошли даром. Некий Дерри согласился на помочь и показать все изнутри. Встречу назначили на 10 часов вечера, недалеко от метро Алексеевская. Привет, ты Дерри? Я. Ты что, покажешь? Покажу. Только одно условие, без лица. Хорошо. Маска будешь, да? Да. Сейчас куда? Переход. Всего за 10 минут эта троица добавила немало ярких красок серой столичного перехода, причем абсолютно не стесняясь присутствия видеокамеры. Все сделано быстро и качественно. Опыта у этих парней хоть отбавляй. Дерри, к примеру, представитель старой школы, команда БТК. Бомбить, что на сленге означает рисовать, начал еще в 90-е. Ну, ради развлечения, наверное, кто-то вот пьет, а мы в коем рисуем. Сева в красно-белой маске и Барби в темной куртке – бомберы помоложе. Однако решительности им не занимать. Внезапно появившаяся бабушка-охранник нисколько не смутила уличных художников. Ребята спокойно продолжали рисовать под истошный женский крик. Это так, для разрешения. Настоящее приключение происходит на улице, на электричках, на проезжать метро. Для настоящего веселья, как выразился Сева, едем на Новослободскую. Этот забор парни заприметили уже давно. Это, получается, чужой граффит закрашивается, да? Да. Ну, смотря кто ты вообще, как бы. Есть люди, например, которые давно рисуют, да? Ну, как я, например. Я вообще могу любого закрасить, ну, мне пофигу, как бы. Вот. А есть люди, которые недавно рисуют, как бы, ну. И они не могут там. Ну, как бы могут, но их неправильно поймут. Серебристый фон, черные контуры и оранжевый декор. На все про все – 7 минут. Как правило, этого времени хватает, чтобы и рисунок доделать, и ноги унести, если кто-то из бдительных прохожих вызовет милицию. Кстати, одна важная деталь. Творение считается законченным только после того, как на нем поставили тег – автограф, проще говоря. А что такое «Гоу-Вегас»? Ну, «Гоу-Вегас» – это, по-моему, лучших граффити-команд московских. И есть также друзья в Питере. И «Гоу-Вегас» правит мира. Они появились из темноты. Темнота же и скрыла их силуэты. Хулиганы, скажете вы, и, возможно, будете правы. Однако свое имя на карте этого города они уже оставили, которое завтра утром увидят и прочитают сотни глаз.